Всем привет, друзья! Сегодня середина недели, а это значит, что ставим все на паузу, расслабляемся и смотрим новый выпуск CG новостей. Нам тут в прошлом ролике посоветовали в самом начале говорить, что все ссылки на источники находятся в описании. Но чтоб наверняка в конце еще напомним об этом. Сегодня в выпуске. Бесконечное видео без нейросетей, бесплатный аддон для блендера по генерации зданий, свободные вакансии и лечение фобии с помощью VR. Команда Disney Research Studio опубликовали статью, а к ней и видео, где представили новый метод 3D захвата волос на лице. В основном ролике куча формул и подробных объяснений метода. Кому интересно, можете посмотреть полную версию. Кратко скажу, что суть технологии в четком трекинге и реконструкции волос различной сложности. Причем не просто в статике, а еще и в движении. Только вот один вопрос. Когда выйдет в открытое использование? Если это Disney, то скорее всего никогда. Ребята из Колково, Яндекс и Самсунг АИ замутили нейронку Mega Portraits. На данном этапе выглядит круто. Система делает захват движений из видео, накладывает их на персонажа и выдает финальную анимацию. И все это работает на основе одного входного изображения аватара и рефа для движений. Правда пока проблемы с шеемпионами, шеей и плечами. Ну и исходный код нам пока никто не даст, конечно же. Epic Games объявила победителей своего конкурса по освещению, запуск которого состоялся еще в мае. Обязательным условием было использование Lumen. И по итогу команда эпиков получила более 400 работ. Гран-при в личном зачете занял Том Бенковский с проектом Imagen. Первое место в личном зачете Хуан Малисерас. Сцена Natural. И наконец второе место в личном зачете Дмитрий Шевченко. Он выступил с проектом заброшенного средневекового города. Все оставшиеся проекты, отмеченные студиями, попали в шоурил. И еще с Epic'ами происходят странные вещи. Помните, мы говорили про компанию Open3D Foundation или сокращенно O3DF, созданному для совместной разработки игрового движка Open3D Engine. Он идет с полностью открытым исходным кодом. Типа как Blender. Ну и к чему это все? Epic Games присоединяется к этому фонду. Вице-президент Unreal Engine Ecosystem Марк Петти вошел в состав Управляющего Совета. То есть по факту теперь они сотрудничают со своими же конкурентами. В этот фонд также входит сам сервис с AVC, Adobe, Huawei, Intel, Microsoft, а также Kitbash 3D, SideFX, разрабы Houdini и некоторые другие. Epic'и, конечно, ранее уже поддержали тот же Blender, но тут все понятно. Между ними есть Connect. И еще они выделяли грант для движка GADOT. Да и вообще у Unreal Engine довольно интересная политика развития. Надеемся, они еще долго не сдадут обороты. Ловите бесплатный аддон для Blender Buildify 1.0. Его функционал предназначен для генерации различного типа зданий. Работает на Geometry Notes и содержит уже готовые группы нод для выбора различных архитектурных стилей. Получившиеся модели можно использовать в коммерческих проектах и даже коннектиться с Unreal Engine. А это значит работать в режиме Realtime. Но для этого потребуется Blender версии 3.2. Да, более старые сборки не поддерживаются. Ну и еще можно на халяву скачать 25 текстур пошарпанного и грязного стекла. Все они идут с высоким разрешением. А именно Full HD, 4K и 1920х1080. Подойдет для различных наложений фона, заголовков и композитинга. Бесплатно для использования в личных или коммерческих проектах. Мы наткнулись на интересную новость, что в Якутии появится анимационная студия Tundra. Ее основатель Александр Охлопков. Ранее он работал ведущим моушн-дизайнером в Disney Russia. Tundra начинает функционировать этой осенью. И у них уже намечена работа над проектом документального фильма «Могол Ураха». Или «Монгол». Ну, короче, неважно абсолютно. Кто живет в Якутске, попробуйте пробиться. На сайте есть актуальные вакансии. Вы знали, что в Гонконге появятся первые церкви с метавселенной, аватарами и виртуальными проповедниками? Нет, что ли? Ну, тогда сами погуглите, а мы идем дальше. А теперь немного о связи между вашими страхами детства и виртуальными технологиями. Может быть, знаете, если заставить человека пережить ситуацию и выйти из нее, то фобия уходит. Но не все же можно воспроизвести в реальности. Вот тут и начали использовать VR-симуляции для управления психологическими состояниями. Сейчас в разработке находится платформа в сайтах VR. Если хотите попробовать, можно присоединиться к открытому бета-тестированию совместно с Oculus. Старт программы вроде бы будет в августе. PlayStation Studio Visual Arts ищут художника по 3D-сканированию с опытом работы в 4D-сканировании. Причем заявку подкрепили тегами VRAP4D и рекламной картиночкой компании Russian 3D-сканер. А этих ребят из Воронежа вы уже точно знаете. Мы совместно с ними делали обзор на их софт. Подсказку на ролик оставили вверху. Обязательно посмотри, пригодится в создании персонажки. Ну и получается, что разрабы PlayStation также будут использовать VRAP4D для захвата лицевой анимации. А это на данный момент самый абсолютно охренительный и точный метод. И кстати, у них же висит открытая вакансия для инженера-исследователя с опытом работы в 3D-графике. Требование на экране. Заявку можно подать по ссылочке в описании. Глава Ростех предложил передать им фонд Rosinfo Cominvest. Да. Зачем такие аббревиатуры придумывать? Потом удивляются, что ничего не заходит в массы. Средства этого фонда по планам должны направить на разработку отечественных аналогов Unity и Unreal. И это якобы связано с тем, что многие компании ушли с рынка. И места свободны. Да вот этой новости мы даже и не слышали о деятельности Ростеха в нашей области. Что вообще думаете о будущем разработке? На фоне падения NFT рынка площадка OpenSea уволит 20% сотрудников. Хоть это и крупнейший маркетплейс, они все равно готовятся к спаду из-за обвала крипты. Также свой штат сократили Coinbase и Gemini. Production Crate выпустила новый бесплатный набор модульных ассетов для промышленных сцен. Там есть лестницы, платформы, фонари, воздуховоды и многое другое. Подходит для Blender, Cinema 4D, Maya, Houdini и Unreal Engine. Мы наткнулись на офигенный плагин для Unreal Engine. Называется U-Draper. Он предназначен для моделирования и симуляции ткани в реальном времени. Причем с его помощью можно настраивать еще и материалы. И одно из преимуществ – плагин поддерживает одежку, созданную в Marvelous или Close 3D. Недавно, кстати, вышло обновление с улучшенным импортом OBG файлов, в том числе экспортированных из Blender. К тому же разработчики предлагают бесплатную пробную версию на один месяц. Все подробности на их сайте. А теперь смотрим вот это видео и думаем, есть ли тут воздействие нейросети. Возможно, но это не Daily2 и не Миджини. Это все ручками и на бесконечном холсте. Авторы работы указали в описании, сам арт сделан в приложении Adlis Paper. Оно идет по типу холста вместо обычной бумаги и ручки, ну и предназначено для всяких заметок. Работает только в App Store. Но прежде чем покупать, почитайте отзывы. Например, там пишут, что страница всего одна, но зато она же бесконечная. Может быть, многим оно и вовсе не пригодится. Вот эта идея по использованию программы очень крутая. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно залетайте к нам в Telegram-группу, где у нас есть вдохновение, куда закидывают огромное количество классных работ новички, среднего уровня, профессионалы, супер-профессионалы, от которых просто слюни текут. Подписывайтесь просто для того, чтобы не пропустить конкурсы. Познакомиться с классными ребятками в нашем чате. И чтобы ваша работа могла висеть вот здесь вот, в конце нашего видео. До новых встреч, друзья мои! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok